С приходом в Иваново федеральной программы по формированию комфортной городской среды центральные улицы заметно преобразились. А вот, например, пруд у мебельной фабрики оставляет желать лучшего. Искусственный водоем больше похож на свалку бытовых отходов. Среди тины на поверхности плавает не меньше сотни стеклянных пивных бутылок. Пластиковая тара, целлофановые пакеты, доски, пустые канистры и даже автомобильные шины. Сложно представить, сколько мусора уже опустилось на дно когда-то чистого пруда. Живем лет 10. Чистый раньше был, каждый год чистят его. В то, что пруд чистят ежегодно, поверить сложно. На вопрос, откуда здесь столько мусора, местные разводят руками. Летом на берегу отдыхающие готовят шашлыки, распивают спиртное. Отходы выбрасывают прямо в воду. Кроме того, автомобилисты приезжают сюда мыть машины. Если верить жителям окрестных домов, так же поступают и водители рейсовых автобусов. Рыбу здесь ловили, карасиков, ротанчиков. Луточки здесь плавляют. В детстве когда-то в ясиках тут еще даже будки с лебедями были. По закону следить за состоянием водоема должен собственник. Найти его оказалось не так просто. В советское время пруд был закреплен за мебельным комбинатом. Теперь, судя по всему, он находится в ведении городских властей. В мэрии открещиваются, мол, никакого отношения к водным объектам не имеют. Однако на следующий же день после нашего обращения на место направили аварийный спасательный отряд, вооруженный мусорными пакетами. Соответствующие заявки в администрацию ежегодно пишет председатель ТОСа-мебельщик. Куда только уже не обращались с этим прудом, пруд находится... То есть в администрации нам пояснили еще два года назад, что пруд находится в ведении МЧСа. То есть это как противопожарный пруд, водоем, в котором пожарники берут воду. И чистить они его не могут в администрации. То есть в неблагоустройстве никто не может нам посодействовать в его очистке. В МЧС подтвердили, что пруд действительно относится к числу источников воды, которые могут использоваться для тушения пожаров. Единственный раз его использовали минувшей зимой, когда горела мебельная фабрика. Однако чистить пруд не в компетенции спасателей. Активисты ТОСа пытались облагородить территорию вокруг своими силами. Безуспешно. На той стороне мы пробовали ставить лавочки. То есть, не знаю, ночью, не ночью, хулиганы, не хулиганы. Ломают, крушат и мусора еще больше становится. То есть, если бы как-то бы хотя бы там... У нас всего один участковый на весь район. Если бы как-то следили за порядком, давно бы уже поставили. Потому что площадка в хорошем состоянии. То есть, за ней следят, ее закрывают, ее чистят. В субботнике, ну, как бы еженедельно проходят. В итоге пруд есть, а хозяина нет. Судя по реакции администрации, которая незамедлительно направила сюда аварийно-спасательный отряд, за водоемом должны следить именно они. А пока единственное существо, которого все устраивает, то ли андатра, то ли нутрия, живущая в пруду на мебельном. Максим Серебряков, Антон Осипов, Денис Денисов, РТВ, Иваново.